Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В первом ролике мы полностью собрали данную модель, а в этом ролике мы будем ее красить и устанавливать детали, которые собирали на сухую Напомню, что прототипом для нашей модели послужили вот такие буханочки брянского поисково-спасательного отряда, по которому мы будем делать диораму Но это в будущем. А сейчас продолжим работу над нашей моделью. И если вдруг вы не видели сборку модели, а начали с покраски, то я рекомендую посмотреть для начала сборку Ссылочку на данный ролик я оставлю в описании Самым первым делом я показал вам универсальный обезжириватель, который используют часто в хозяйстве, но я обезжириваю им все свои модели перед покраской Крайне советую вам обезжиривать модели перед тем, как их красить, потому что могут всплывать разные косяки, если модель не обезжирена И они практически исключены на обезжиренных поверхностях Затем я загрунтовал модель тамиевской светло-серой грунтовкой При покраске также в основном использовал тамиевские акрилы, которые разбавлял родным тамиевским разбавителем На мой взгляд, это, пожалуй, одна из лучших красок, как минимум для покраски техники Кроме Тамии, изредка использовал краски от Citadel и Metallic от AK Interactive в серии Extreme Metal Как вы уже заметили, аэрографом я поработал совсем немного Нанес только базовые цвета и высветление А далее при помощи кисти начал прокрашивать всю остальную мелочевку Как я и говорил в первом видео, некоторые детали лучше прокрашивать еще до их установки Например, такие, как детали интерьера, типа кресла, спинки сидений и так далее Без них мы можем подлезть в те места, которые они закрывают Да и в неустановленном положении мы сможем прокрасить их со всех сторон После прокраски мелочевки в салоне наносим смылочку и устанавливаем 3D-декали Которые шли в наборе фототравления от микродизайна Кстати, если вы заметили, то я также воспользовался декалью, которая шла для магнитолы Магнитолы в нашем автомобиле нет, а вот радиостанция есть И панель магнитола отлично подходит для имитирования панели радиостанции Чем я, собственно говоря, и воспользовался Также внутрь салона уложил много вещей, напоминающих наше снаряжение Синюю сумку для медикаментов, а также несколько брезентовых мешков В которых у нас, как правило, лежат защитные костюмы L1, противогазы И в одном маленьком мешочке фонарик Из лишних деталей фототравления, а конкретно из располовиненного брызговика Я сделал нижние части ступеней и установил их на свое место Почему нет родных, вы могли увидеть в ролике по сборке Далее мы будем устанавливать остекления, которые предварительно покрасили И для более комфортной покраски мы пользовались масками Которые шли с кучей других крутых дополнений по предзаказу от магазина Ябодлист Это ли не повод делать предзаказы на яме? Кстати, сейчас ребята готовят предзаказ на новенький грач от звезды Интересно, что на этот раз мы увидим в дополнениях? И чего хотелось бы увидеть вам? Пишите в комментариях Как только предзаказ станет доступен, ссылочку на него вы сможете найти в описании этого ролика Ну и как обычно, ребята из магазина Ябодлист предоставили нам купон на скидку в их магазине Просто введите аббревиатуру ПСО в нужную строку при оформлении заказа и получите свою скидку Ну а мы тем временем продолжаем И как вы могли заметить, багажник я решил сделать частично открытым И забить его инструментом, который мы обычно возим на работе в своей машине Часть инструмента была распечатана на 3D принтере, а часть состоит из смоляных дополнений Полосы на буханке я решил красить кистью при помощи малярного скотча С декалями у меня что-то совсем не пошло Но сам знак нашего отряда я решил наносить при помощи декали Которая, кстати, также шла по предзаказу от ямы Декаль у нас состоит из двух слоев Первый белая подложка, а второй уже конкретно декаль со знаком организации И для того, чтобы первый слой не поехал при нанесении второго Ну и соответственно более хорошо приклеился Я использовал Тамиевский маркфит Для имитации зеркала, а также отражателей всех фар Я, как обычно, использовал маркер Molotow Chrome После того, как он подсох, установил до своей места прозрачные части фар и поворотников Также, как и в случае с остеклением Черную резиновую окантовку фар и поворотников Я прокрашивал, еще не отделив их от литников Соответственно, до установки на саму модель Перед установкой рамы с ходовой на свое место Прокрасим немного подржавевшие Судя по всем фотографиям, которые я видел И по нашим прототипам Выхлопную трубу и рессоры А затем нанесем эффекты загрязнений Для этого я использовал светло-коричневую смывку А затем специальный эффект от Wilder Теперь займемся колесами Я решил не использовать из коробочных колеса А установить более детализированные печатные Которые также шли по предзаказу Но при этом все равно устанавливать их пришлось При помощи знатно подпиленного из коробочного основания Затем окрасил колеса в черный цвет Используя нитроакриловую краску спрея от звезды Которую нам прислали на испытания Кстати, ведет она себя пока что очень даже достойно Затем окрасил резиновые части колес Соответственно, в резиновый цвет от Tami И нанес загрязнение Примерно по такой же схеме, как и с рамой Которую уже можно устанавливать на нашу модель Затем будем устанавливать бампер Бампер я использовал также из дополнений от Ямы Которые шли по предзаказу Но при этом нам остырил на него вот такую самопальную лебедочку Из различных подручных материалов Верхнюю часть бампера, которая была похожа на трубную раму Пришлось срезать для того, чтобы бампер был действительно такой же, как и на прототипе После целого ряда неудачных запилов с багажником Решил делать его из вот таких тоненьких пластиковых брусочков от SV Model При помощи них получилось сделать похожий на прототип багажник Но при этом он оказался чуть-чуть толще Но это меньше из зол, которое мне пришлось выбрать Крепление для багажника я делал из остатков фототравления А мигалка была также в предзаказе от магазина Ямоделист Багажник также окрасил при помощи экспериментальной нитроакриловой краски спрей от звезды Как видите, выглядит довольно-таки достойно Затем покрыл всю модель при помощи глянцевого лака от Tamii И наконец-таки снял маски Обожаю это делать, после этого модель начинает играть с новыми красками Затем установил оставшиеся детали и покрыл матовым лаком полосы А также символ отряда и резину на колесах Затем установил дворники Кстати, очень часто забываю про них И тут чуть не забыл Вот, напоминаю вам И для пущего эффекта покрыл синим лаком от Tamii мигалочку Ну и как вишенка на торте у нас сложится неотъемлемая часть нашей машины Лестница трехколенка, которую мне распечатал на фотополимернике Мой новый товарищ Михаил, за что ему огромное спасибо Стяжки, при помощи которых лестница крепится к багажнику Я сделал при помощи ремней из фототравления Ну и на этом работа над нашей моделью закончена Сразу отвечу на, возможно, возникший у вас вопрос Положение дверей у нас такое, потому что машина покинута в спешке И спасатели, которые на ней приехали, сейчас работают на ДТП Это согласно задумке по будущей диораме И да, петли у нас искоробочные Не менял я их на фототравление Потому что фототравление совершенно ни на что не похоже А искоробочные выглядят довольно-таки годно Модель показалась мне довольно-таки интересной Хоть и далеко не самой лучшей среди последних новинок звезды Результат, который у нас вышел, мне тоже довольно-таки понравился И на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь Как обычно, если это видео оказалось для вас полезным или интересным Ставьте лайк и подписывайтесь на канал С вами был Просто Моделс Оставайтесь на связи Дальше будет куда интересней Пока Пока